Каждый человек чешет свою голову сам, а вот каждый боец отбивает голову другому. При этом старается это сделать максимально быстро, жестко и красиво. Привет, кузнечики в тени ромашки! С вами Федорович, а в этом жестком и адреналиновом видео мы посмотрим на невероятные удары и приемы бойцов из боевичков, которые отправили противника в нокаут, как в индийских фильмах. Коза может рассуждать только о траве, мяснике сале, а крутой боец может показать такое, что не увидишь даже в фильмах про ниндзяков из 90-х. Бакли в своем поединке против Касанганаи продемонстрировал невероятнейшее мастерство, которому могут позавидовать наставники Шаолинского монастыря. Пробив левый хайкик, который Касанганаи классно принял, прихватил и уже убирал в сторону, чтобы сократить дистанцию для своего удара или перевода в партер, этот мега-мастер Бакли в прыжке с разворота пробил опорной ногой прямо в голову противнику, отправив того в нокаут. Не трать слова на глупца и не забивай гвоздь в камень. А вот отправить в нокаут броском через бедро можешь попробовать, как это сделал Альварес в своем поединке против Джорджеса. В одном из моментов, когда бойцы сошлись в клинч и обменивались ударами, Альварес прихватил руку и сделал бросок через бедро. Вот только это был не совсем технически верный бросок, а скорее втыкание носом в пол противника. Или Альварес так и задумал, или у него просто не получился бросок, уже не важно, ведь главное результат. Во времена войны говорят, что лучше быть вдовой храбреца, чем женой труса. А во времена мира, что лучше быть сытой женой жирного чиновника, чем голодной честного работяги. Так же и в боях. Лучше улететь в нокаут от красивого удара, чтобы тебя показывали во всех обзорах, чем отбегать по рингу и отправиться в небытие. Сначала пацаны зарубились в обмене руками, после чего амбанг присел на канвас. А потом Дэниелс решил его доработать, в лучших традициях черепашек-ниндзя. Он сделал двойной удар с разворота, при этом нужно сказать, что защититься от него практически невозможно, так как первый удар прилетает в живот и противник опускает руки, а второй молниеносно в голову, отправляя в нокаут. На хорошие поля и воды не жалко. Так же и на классных пацанов обзоров, даже когда не знаешь, как их зовут. Этот боец исполнил невероятное техническое движение, которое нужно взять на вооружение всем джитцерам. Он просто поднял лежащего сверху противника двумя ногами, развернул, как жонглер в цирке, и перешел на болевой локтя. При этом противник сразу же захлопал. Вот вам и чудеса техники и выдумки. Руки профи, как львиные лапы. А когда тебя называют лучшим, ты должен показывать лучшее. Андерсон Сильва, величайший боец, который демонстрировал в клетке немало чудес. Но его нокаут в бою против Фрикланда показал, что он действительно черпает все лучшее из того, что изучает. А в данном случае из муай-тай. Невероятный нокаут локтем снизу, который отправил Фрикланда в горизонтальное положение, положил начало повсеместному применению локтей в ММА. Ведь от такого удара практически невозможно защититься, так как он наносится снизу между руками и застоявшийся в глухой защите противник просто принимает его на бороду или нос. Из Ишака суп не сваришь, а от торгаша денег не дождешься. Ну а от классного кикера классный нокаут можно не только ждать, но и лицезреть. Дэниелс в своем поединке против Бариаса вытворил что-то невероятное. Имея за плечами отличную карьеру в кике, где он постоянно использовал удары ногами с разворота, он решил проделать тоже в ММА, вот только с небольшой модификацией и вместо удара ногой после нескольких разворотов всадил рукой, отправив шокированного противника в нокаут. Лучший ответ дураку – это молчание, а лучший болевой прием тот, который получился, и не важно, как он сделан. Этот боец продемонстрировал, что болевые удушающие могут быть настолько невероятны, что их можно сделать совершенно разными способами. Пацан просто задушил оппонента, стиснув его шею между своими прямыми ногами, как рак передавливает шею гуся своими клешнями. Когда плюешь в небо, получаешь тоже обратно, а когда делаешь удары в бою, жди ответа. Поединок Энпо против Мизу Мачи увенчался феноменальным нокаутом от ударов ногами, который еще называют ножницей. Этот удар довольно популярный у топовых бойцов, одним из которых является Сайнчай, но после такого нокаута его эталоном будет Энпо. Вся феноменальность этого удара в его неожиданности, ведь сначала наносится правый лоу-кик, поэтому противник никак не ожидает молниеносного подключения левой ноги в прыжке, которая и оказывается похоронной. Когда плохой конь, то и ехать никуда не хочется, а когда плохая жена, то и домой идти незачем. Но когда боец наносит невероятный удар, то и защита не спасает. Поединок Гэллана против Персона увенчался невероятным киком в стиле кикушинкай карате, который Гэллан исполнил в падении. В такой ситуации в чем-то упрекнуть Персона тяжело, ведь он абсолютно не понимал, что будет делать противник. Или падать в ноги для перевода в партер, или как Скорпион выбрасывать свое жало точно по чердаку. Не хлопай дверью, в которую вошел, и не пускай себе на шею ноги противника. Вот о чем нужно помнить всем бойцам. В поединке Гэлла против Факетти зрители увидели настоящую битву из мира животных, в которой удар победил быка. Переплетение бойцов произошло так же невероятно, как заплетаются нити судьбы, когда хотят наказать алкаша отсутствием денег и кентов с бутылкой. Но по итогу Хэлл провел невероятный удушающий треугольником, будучи вверх ногами. Кто трудится летом, жирует зимой, а кто пахает на тренировках, побеждает лучших. Грэм отличный боец, который запомнился всему миру единоборств своим нокаутом против легендарного Харри. Оценить всю красоту и изящность этого нокаута тяжело, так как мало того, что он был отлично исполнен технически, он еще и был отлично подготовлен тактически. Грэм нанес фейковый правый прямой, который промазал, и как бы провалился за ним. А сам сразу сделал сальто с ударом ноги в падении, чего Бадер никак не ожидал. Отдать обед соседу жалко, а оставить дома протухнет. Так и с этим приемом. Сделать хочется, но практически нереально. Наверняка все вы знаете, что такое бостонский краб из легендарных боев Бушидо, а также поединком великих и кровожадных рестлеров. А у кого есть младшие братаны, точно пробовал его на сопляке, чтобы послушать крики и сопли мальца. Но существует монстр, который провел этот приемчик в реальном бою по ММА. Да так провел, что сам офигел. А сидя на противнике сверху, как джигит на белогревом коне, еще и показал, что не так это было и трудно. Как нельзя смеяться с маленького тигра, ибо он запомнит и отомстит. Также нельзя смеяться с мальчика, который ходит на танцы, ибо он перейдет в ММА и убьет. Кэмп в своем противостоянии с Сан Суиси, в казалось бы проигрышной позиции, лежа на спине, совершил четкий удар ногой в голову, когда противник пытался его развернуть за ногу. Но самое интересное, что он это сделал, как какой-то брейкдансер, поднявшись на лопатки и выйдя в березку, как нас учили на уроках физры. А я-то думал, зачем все это было нужно. Неприятный разговор лучше оборвать, а в неприятный болевой лучше не попадать. Фрэнк Мир, известный всему миру своим умением делать болевые, показал нечто простое, но нереально крутое в бою с Вильямсом. Будучи на спине в партере, в казалось бы проигрышной позиции, он просто прихватил руку оппонента и сделал болевой на плечо, от которого оппонент не только сдался, но и закричал, после чего Мир поделился этим приемом со всем миром. Как лебедю не нужна степь, так и борцу ни к чему удары, но только не в ММА. Хабиб Нурмагомедов, уже легендарный боец, завершивший свою карьеру без поражений и даже без серьезной угрозы поражения в бою. Всем вам известно, что ему нет равных в партере, как Анаконди в Амазонке, но мало кто из вас помнит про его невероятный удар левой, который толком и назвать некак, потому что это что-то среднее между боковым и апперкотом. Несмотря на то, что с технической точки зрения этот удар просто коряга, с практической, очень эффективный и неожиданный для противника, да еще и приправленный огромной силой, которая отправила на канвас ни одного оппонента. Пишите в комменты, какой финал вас шокировал больше всего или делитесь вашими невероятными нокаутами после литрухи-сивухи. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями в соцсетях. Также подписывайтесь на мой второй канал в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok